всем привет я рада что вы зашли на мой канал сегодня у меня очередное отчетное видео о проделанной работе так что я успела сделать за последнюю неделю даже чуть-чуть поменьше так вот я довязала котика басика посмотрите какой красавчик он у меня получился даже в кадр не влезает такой он длинненький размер его у меня вышел от макушечки до пяточек вот до пальчиков 38 сантиметров такой симпатичный я ему сделал усики из лески но я его уже показывала начало в предыдущем видео вот сейчас собрала довязала тельце украсила его таким шарфиком тесьма бархатный носик ушки очень симпатичный котик хвостик у него вязать очень просто вязала его по мастер-классу на youtube и так и забивайте код басик и это видео выйдет первым все очень понятно видео состоит там из трех частей вот этот басик у меня с маленькой головой там есть вариант еще связать большую голову но я почему-то решила с такой головкой его связать хороший котик буду выставлять его на ярмарке вот не знаю за какой цель пока еще не ориентируясь в ценах но вон на этого котика у меня ушло полтора матка такой пряжи это другой цвет янар дольче и в магазине я покупала ее по 260 рублей за моток уходит полтора матка плюс холлофайбер глазки рублей 20 примерно но вязать быстро вот не знаю какую цену вы бы поставили на такого котика вязать очень просто повторяюсь есть игрушки на вид намного проще кажется а вяжутся сложнее этот большой котик но вязать его очень приятно прям доставляет удовольствие так и вот как я уже показала купила еще вот такую пряжу 2 моточка yarnart dolce хочу связать может быть зайчика может быть такого же котика такой приятный нежно персиковый цвет это color 779 100 граммах 120 метров стопроцентный микрополиэстер буду вязать и такую игрушечку крючок я использовала для этого котика 4 миллиметра получился вот такой размер красавчик такой он уютненький хороший получился так он так сидеть может видите лапки у него гибкие можно его посадить хвостик в сторону многих на что надо его оперить об спинку какой-то он и так держится если вот найти положение баланс вот сам сидит по себе ладно котофель давай сторонку пока так уберу его также связала вот такого зайчика на этой неделе в кофточке как-то он похож у меня больше на поросеночка не знаю может быть надо бровки ему еще сделать вязала его по видео с из со своего канала мы с вами вязали такого зайчика из вот этой пряжи я покупала эту пряжу fix price и видите какая она либо и вот тот зайчик мне нравился больше который вышел из этой пряжи вот у меня на 1 зайчика также ушло больше моточка здесь сколько грамм 50 грамм этого зайчика я вязала из пряжи astra молочный хлопок в 50 граммах 100 метров 50 процентов хлопка 50 процентов молочное волокно фибра цвет не знаю здесь указывается цвет 91 пыльная роза называется нам бежевая не знаю какая роза бежевый глазки на безопасном крепление носик я вышла ушки на макушке рост его получается от ушка до ножек 30 сантиметров кофточка связана из пряжи yarnart crazy color наверно не знают старый моточек у меня этикетка уже не сохранилась может быть бантик надо пришить или галстучек сделать ему как-то украсить или белые зрачки вышить еще бровки вот как что-то вроде утяжку сделала может быть сильно утяжку здесь не пойму что с ним не так может быть юбочку какую-то надо сшить но это уже не вязать а сшить надо ему сарафанчик посмотрю как-то его украшу если получится красивенький также его на ярмарку поставлю ну и давайте вкратце расскажу про ярмарку свою на ярмарку я так и не попала в прошлую субботу я хотела чтобы со мной пошла первый раз дочь но она не смогла у нее как-то изменились там обстоятельства воскресенье целый день и в дождь как начался ранним утром и до вечера проливной дождь целый день у нас был текли ручьи реки по всему городу поэтому ярмарки не было эти выходные у нас также сегодня в субботу обещают дождь может быть завтра если дочь у меня согласиться со мной поехать на ярмарку мы выберемся но не знаю но в принципе я не тороплюсь на эту ярмарку так как у меня в основном все равно как-то в ассортименте носки а сейчас не очень такой сезон на носке я думаю все-таки жара ближе к осени может быть в августе я и выйду на эту ярмарку но следующую субботу меня точно не получится у нас свадьба будет у сына будет банкет вот сейчас идет подготовка поэтому я не так много сейчас вижу вроде бы я не очень участвую в подготовке к свадьбе но все равно какие-то хлопоты заботы заботы к выбрать меню подобрать наряды все равно как-то время на это уходит но и мысли все равно как-то отвлекаешься и вижу сейчас поменьше вот может быть потом какие-то кусочки видео со свадьбы если я смогу что-то поснимайте будет на это время и желание я вставлю в своих следующих видео это будет на следующих выходных свадьба так игрушечки пока давайте сразу про игрушки что я еще связала сейчас у нас начинается сезон арбузов и вот такого арбузика я решила связать чем мне понравился такие красивые глазки маленькие но это не брелочек для брелочком конечно наверное великоват размер его длину 13 сантиметров вот в ширину вот так по донышку 8 сантиметров такая долька арбуза выше а вот эти семечки и 32 цвета зеленого один цвет молочный как кожура от арбуза ручки ножки симпатично такой миленький получился вот мне пришли слова береса вот такие подвесочки не знаю может быть и прикреплю зелененький да хорошо подходит или красненький можно сюда пришли вот такие черные еще может быть на машинке их прицеплю подвески для брелков хороший арбузик также для ярмарки связала он будет украшением мои витрины я вот собираюсь собираюсь и пока соберусь как раз и и на вижу а то мне все таки я считаю ассортимент игрушечек маловат потихонечку что-то подвязывается у меня вот сейчас из розового вот этого персикового плюша тоже свяжу игрушку так такая еще игрушка у меня появилась так прошлом видео я мельком показала вот эту косыночку а подробно не рассказала про нее связана она на основе бабушкиного квадрата здесь три квадратика целых и три половинки вязать и очень просто завязочка выполнена полустолбиками я думаю что все знают как вязать такие квадратики но именно вот этот квадрат я постараюсь прикрепить сейчас видео на экране квадрата и половинку квадрата можете воспользоваться этой схемой у вас получится такая же косыночка высота ее у меня получилось давайте 21 сантиметр ширина 1 квадратика 10 сантиметров а по длине без завязок вот от начала завязочки и до следующей 51 52 но видите квадратика уже немножечко вот так вытянулись по диагонали использовала четыре цвета красный такой персика розового и так светово-бежевый и черный но это меня дочь выбрал такие вот сочетания я нужна такая косыночка так что можете сделать screen схему себе сохранить и связать такую косыночку так вот что еще связала ближайшей неделе над я на прошлой неделе связала эту косынку так вот такие носочки у меня готовы новенькие я их вижу на заказ у меня просьба связать осенние носочки я вот уже начала выполнять серию осенних и вот такие у меня получились я считаю что такая расцветка более осенней наверное не может быть все цвета оттенки рисунок вот у меня ассоциируется прям с осенью эти носки у меня связаны из итальянской пряжи это сток стоковая пряжа я покупала их на авито но посмотрите как они подходят под осеннюю тематику все оттенки серого хмурой тучи вот это такая листва уже жухлая яркая вот оранжевая эти крапинки так как капельки дождя ну осенью осенью прям носки смотришь и прям сразу очень красивые носки у меня задача связать в размере 39 так его длина у меня их но я и вязала на тридцать девятый размер вот 24 сантиметра так вязала их спицами 2 миллиметра набирала 68 петель резиночка 2 на 2 на все классическое тут у меня пятка подкова ленточное закрытие как вижу обычно носки так и эти связала я думаю здесь ничего не надо мудрить пряжа сама по себе очень красивая я думаю что вот со своей задачей вот осенние носки я справилась они прям шерстяные тепленькие получаются узелковый набор эластичный ничего не будет тут передавливать ножку хорошие носочки так покупал эти нитки на авито так сколько у меня ушел пряжа на эти носочки 65 грамм и у меня осталось небольшие 2 моточка 35 сколько 36 34 грамма я уже начала вязать другую пару хочу связать эту пряжу остаточки мне она очень понравилась но конечно же мне не хватит ее на целую пару и поэтому я решила вязать носки уже начала методом helix это у меня пряжа будет основная аделья джейк вот такой цвет соломенных это именно не бежевый не молочный а цвет такой соломы посмотрите как они сочетаются и вот я уже начала вязать это тут чередование идет однотонной пряжи и вот этой моей итальянской и посмотрите как уже отличается тут резиночка однотонная пяточка будет однотонная и мысок а вот эта пряжа как ляжет в узор так и ляжет чем мне нравится вот вязать именно из носочных вот таких разноцветных не так то что вяжешь и не знаешь вот берешь моточек и не понимаешь что же получится и всегда загадка как пряжа ляжет в узор и вот сейчас вижу тоже не понимаю что получится но уже вижу что будут носки великолепные мне прям очень нравится как ложится ниточка скоро уже оранжевый цвет начнется вот этот зеленоватый но красота получится и я сейчас вижу комбинирую и не волнуюсь что мне не хватит не так я эту всю пряжу извяжу может быть даже два носка у меня одинаковыми не получится как я намучилась с этими носками это кто бы только знал пряжа пришла в двух матках один большой моток другой маленький наматаны были в противоположном направлении я так долго подбирала вот эти секции чтобы совпали все-таки я вижу на заказ и мне хочется чтобы носки были одинаковыми не все приветствуют когда носки отличаются если беда себя вязала я бы конечно пряжу не подбирала как легла нитка так и легла мне это не принципиально все равно было бы видно что эта пара но все-таки на заказ хочется как-то более качественное вот я постаралась и подобрала узор чтобы был одинаковый на двух носочках вот на этих наверное у меня из остатков не ляжет так пряжа чтобы два носка были одинаковыми и поэтому я даже наверное второй носок начну вязать специально не с этого же места хотя могу начать у меня сейчас они намотаны одинаково матки а наоборот может быть перемотаю его с другой стороны чтобы рисунок шел в обратную сторону у меня еще есть один набор этих спиц вот два миллиметра также вижу на этих спицах может быть параллельно начну вязать и 2 носочка и пусть они меня прям специально будут разными и я теперь не буду волноваться что у меня не хватит пряжи я могу сюда в helix добавить какую-то и другую и бежевую однотонную уже в конце ближе к мысочку ставить но может быть и хватит этой пряжи так если 35 грамм по-любому хватит у меня этой пряжи даже другую мне не придется вставлять если на эти носки у меня 65 грамм здесь у меня резинка да это однозначно хватит вот этих остатков мне на helix а может быть получится одинаковый я перемотаю посмотрю сколько здесь раз еще у меня узор повторяется опять тратить время на перемотку на это но ничего страшного и вот посмотрите хвалила эти спицы пони двоечка но может быть за счет того что они такие тоненькие или мне кажется потому что я очень туго вижу сильно вот я нажимаю они у меня все таки все равно все погнулись все кривые но ничего страшного это мне никак не мешает вязать я их так иногда вот поправлю немножечко расправлю и дальше вижу ничего страшного но тоже не особо они прочны но нет хорошо по ним скользить пряжа мне вот они нравятся так что буду вязать вот эти носочки и мне так нравится вязать вот методом helix что я решила следующие носки также буду вязать helix а если вы помните я вам в одном из видео показывала свои носочки связанные методом helix вот эти носочки я там была их не очень довольна результатом но сейчас смотрю мне они очень нравятся и я не жалею что я добавила молочный цвет как-то все равно они получились нежнее если бы я их вязала просто из этой пестрые нитки если бы я не разбавляла вот этим молочным цветом они прям рябили бы в глазах вот эта пряжа основная пестренькая вот и сейчас хочу следующие носки вязать также вот из этой пряжи но уже добавлю не молочный цвет сюда комбинировать буду вот выберу из этих двух или вот этот бежевый меланж или вот этот который потемнее коричневый меланж это ализе супер ваш комфорт все это классическая носочная пряжа сколько 420 метров до 100 граммах а это адель и джейк здесь не он а здесь добавка полиамид они хорошо я думаю будет сочетаться наверное все таки темную возьму чтобы был контраст или вот эти понежнее сделать наверное вот эту растерялась что вы думаете какая больше подойдет мне кажется вот с таким оттенком будет хорошо сочетаться и желтый и голубой и розовый вот красиво сочетается и молочный от розовый как он пока дневной свет вот надо да красиво и голубой на ну прелесть да наверное вот этот светлая возьму этот цвет у меня 207 это 240 он этот розовый красиво посмотрите как ложится с коричневым и желтый на коричневым красиво не знаю посмотрю подумал так конечно посветлее будут понаряднее а может быть за счет контраста вот эти будут что что делать опять надо голову ломать ладно подумаю еще время есть пока эти носки вижу буду думать про эти как ягодку собираю на другую смотрю да так и я эти вижу про другие уже дома так как вязала эти носки я уже точно не помню буду вспоминать точнее я принцип то вязание их помню но уже забыла сколько петель набирала номер спиц уже не помню ну двойку наверное я брать не буду двоечка все-таки вяжется долго или возьму 225 или два с половиной скорее всего для этой пряжи они прямо двоечки какие-то и маленькие получаются наверное возьму спицы потолще вот сколько раз говорила оля заведи себе тетрадку записывай про каждые носочки это же недолго если нет название просто можно написать носки молочные плюс пестрая нитка там голубая розовая столько-то петель такие-то спицы столько-то грамм ушел такой размер что проще но это все потом потом все запишу потом а потом получается суп с котом и вот сейчас надо опять все пересчитывать какие спицы брала не помню опять будет у меня методом экспериментальным все ничего страшно может быть когда ты заведу такой тетрадь но хотелось бы конечно вот сейчас также вот возьми запиши 2 миллиметра 68 петель осенние пестрые итальянский сток все больше ничего не нужно ширина резинки это не обязательно на глазок можно только записать сколько рядов пятки связала и вот как закрывала там сколько допустим 12 10 12 сколько на пятку 5 час уже не помню закрытие пятки больше никаких данных особо и не нужно мысок тут все стандартно закрывается не знаю что это или лень моя все сразу записывать или не моя неорганизованность может быть следующей жизни все у меня будет по-другому все по порядку сейчас так все шатай болотай так здесь резинка но все видно три на один я вам обещала что свежим эти носки вместе наверное буду вязать следующую пару и буду провязывать здесь у меня пяточка кстати вот решеточка идет укрепленная пятка решетка наверное на этих сделаю тогда надо светлые брать но не будет заметнее узор ладно посмотрим так про носочки рассказала показала каким не связались что вы думаете про эти носочки похожи они на синий или нет я еще заказчику их не показывала мне нужно их сфотографировать и отправить ее фото но у нее заказ на несколько пар поэтому я буду разные носки все придумывать так теперь про гусиков тут у меня муж наконец увидел моих гусей и сказал почему у них не красные лапки почему оранжевые но я даже не знаю мне мысли не было связать их красными не знаю переделывать или пусть так остается гуси обнимусь и конечно лень них переделывать может быть следующие буду вязать с красными лапками у меня даже мысли такой не пришел связать их с красными везде в мастер-классах они вот вяжутся оранжевыми как клювики так я и сделала на самом деле почему бы их красными не сделать может быть они даже повеселее бы были не знаю почему не вот такая идея что лапки должны быть прям красные ну ладно подумаю надо этим так еще задача у меня связать вот таких косыночек несколько штук в разных расцветках но это для ярмарки так кто-то недавно мне написал у вас же много закладок я же вязала много на своем канале можно их на ярмарку также выставлять скоро осень тем более 1 сентября но на самом деле у меня не осталось ни одной закладки я все свои мелкие изделия которые мы вяжем с вами вместе на канале брелочки закладки снежинки шарики там что мы еще такой маленькой кошелечки всякие я отдаю их на благотворительную ярмарку в храм если бы я все это собирал то я даже не знаю где бы все это хранилось у меня а так маленькими частями я все собираю и передаю туда ну как маленькими наберу какой-то там пакетик и все у меня уходит туда я этому очень рада вот так что закладок у меня нет а кстати нужно навязать разных закладочек и посмотреть как они будут продаваться но это чисто символически так вот какую-то смешную сумму там за сколько не знаю там рублей чтобы кто-то подошел к витрине на дорогое какое-то изделие нету денежек а вот закладочку купить так вот чистого кому-то понравилась моя витрина что-то хочется приобрести но в данный момент не денег так лишних и чтобы закладочку я думаю тоже приятно будет купить а может быть на подарочке их если кто-то какой-то большой у меня купит объем тогда можно закладочку и в подарок но это я еще по дом если время будет на это связать закладочки у меня планов то много на самом деле чтобы все это осуществить нужно время и здоровье самое главное чтобы было здоровье чтобы спина не болела руки так ну и по традиции я вам хочу показать пряжу какую я приобрела так если уж я сейчас берусь за вязание носочков в осенней гамме я купила вот такую пряжу я хочу ее все сфотографировать и заказчику отправить какая больше ей нравится вот эта пряжа я уже вязала из нее несколько пар и я вам показывала как я обыгрываю цвета другими нитками добавляю другие оттенки и носки преображаются они не такие мрачные нарядности желтую нитку оранжево но можете посмотреть другие видео вот так она кажется какой-то мрачный такой скучный но я могу ее украсить но и без этой пряжи как видите у меня осенних оттенков очень много вот эти рядом лежат как они хорошо сочетается между собой также можно что-то будет скомбинировать меня это пряжа также останется так вот моточек на к бога цвет color 87 721 cotton begins осень начинается посмотрите какая расцветка вот самая она подходит под осеннюю тематику картинка такая дождевая листва вот в капельку вся вот эти точно свяжу так вот это пряжа так называется осень вот color 82 445 это тоже на к бога красивые носки я видела какие носки получается из этой пряжи я такие даже три матка взяла всем на подарки свяжу ну спицами буду вязать 225 или два с половиной 2 миллиметра что-то я уже устала вязать вот это также к осенней теме подходит сюда может быть что-то я и добавлю а может быть свяжу их helix а я видела как такие носки сочетаются с другой пряжи мне очень понравилось такой вариант поэтому я и заказала этот моточек так вот это пряжа gray мандала мандала на к бога также цвет 82 453 может быть очень серые они получатся но это я у заказчика спрошу нравится ей такая расцветка или нет говорю может быть вот с этим я скомбинирую будет как-то поярче повеселее такая-то пряжа на к бога спасите пчел сейф за без может быть больше летние она даже хотя некоторые оттенки и подходит и под осень посмотрю вот такая пряжа у меня носочная новая так смотрю любуюсь и не терпится все хочется хочется быстрее начать но когда все это осуществлять не знаю и еще купила пряжу для игрушек из этой я вязала гусей вот еще купила моток сейчас начала вязать зайчика не буду пока показывать не знаю что получится мне не хватило того мотка вот докупила еще один моток и вот такой маленький ализе софт софте baby хочу связать пикачу не знаю что мне в голову взбрело но вот буду вязать пикачу а может быть цыплят потом передумаю пикачу пока свяжу носки тут же планы меняются вот такой тоже софте плюс это у меня будут медвежата какие-то или зайчата такая приятная на ощупь и взяла сиреневый захотелось именно сиреневых не знаю зайчиков в чем что я почему я взяла сиреневым не столько оттенков разного янар джинса это полухлопок вот куда-то пригодится взяла и такой моточек может быть машинки будут такие вязать посмотрим знаю что точно очень нужен на на что еще пока не придумала бревочки какие-то свяжем так ну все вот такие у меня на этой неделе были продвижение готовые изделия мои покупки планы но сейчас конечно у нас идет подготовка к свадьбе и все мои мысли большей степени туда направлены поэтому не так много и готовых работ у меня получилось на этом я буду закругляться если вам понравилось это видео поставьте пожалуйста большой пальчик вверх это все помогает продвижению канала спасибо что смотрите мои видео все вам самого доброго всем ровных петелек хорошего настроения и до новых встреч